Всем привет, меня зовут Матвей, и сегодня мы будем готовить одно из самых моих любимых китайских блюд. Дисансьен. Дословно можно перевести как три земных свежести. Для приготовления этого блюда нам понадобится крахмал, соль, сахар, баклажаны, картошка. Что касается перца, китайцы обычно используют молодой зеленый перец, но в этот раз я использую желтый. Чеснок, имбирь и соевый соус. Следующим шагом нам необходимо тщательно помыть все овощи и почистить картошку. Далее начинаем нарезать картошку небольшими ромбовидными квадратиками. После этого откладываем картошку на салфетку и даем ей немножко обсохнуть и избавиться от лишней влаги. В Китае помимо привычных нам длинных баклажанов есть еще и круглые. В этот раз я использую как раз их. Нарезаем баклажаны на примерно одинаковые с картошкой дольки. Нашу третью и последнюю земную свежесть очищаем от косточек и белых перепонок, после чего нарезаем на одинаковые по размеру с предыдущими овощами треугольнички. После того как мы подготовили и нарезали все наши овощи необходимо налить масло в сотейник так как мы будем жарить их во фритюре. Накаляем наше масло и проверяем степень его разогретости с помощью кусочка картошки либо лука. Оно должно кипеть так как на видео. После чего закидываем картофель. Периодически помешиваем картошку, чтобы она не приклеилась к стенкам кастрюли. Ну а пока картошка наша готовится, давайте займемся чесноком и имбирем. Нарежем их максимально мелко. Можно это сделать на терке, но я предпочитаю порезать мелко ножом. Надо сказать, что не все люди любят имбирь, поэтому это опциональная добавка, однако в традиционном рецепте он идет. Можно его добавить поменьше. Китайская картошка готовится довольно быстро, поэтому уже буквально через 7-10 минут я скидываю ее на сито и даю стечь лишнему маслу. Следом за ней сразу закидываем баклажаны. Не повторяйте моих ошибок, лучше набирайте ковшиком и аккуратно кладите в масло. Баклажаны содержат большое количество влаги, которое не дает лишнему маслу войти внутрь. Однако, если вы их передержите, то они просто превратятся в хрустящую губку, напитанную маслом. Обжаривайте баклажаны примерно 4-5 минут и следите за тем, чтобы они не пережарились. Откидываем баклажаны на сито и даем стечь лишнему маслу. Следом идет перец и если картошку и баклажан необходимо готовить до полной готовности, то с перцем все проще. Просто пассируйте его в течение одной минуты, ни в коем случае не передержите, он должен оставаться хрустящим. Все ингредиенты готовы, осталось их объединить. Добавляем небольшое количество масла на сковородку, немного припускаем чеснок с имбирем и добавляем все ингредиенты. Теперь добавляем соль и сахар. Сахар я добавляю совсем немножко, он здесь больше для усиления вкуса, а не для сладости. После чего перемешиваем и объединяем все ингредиенты. Добавляем соевый соус, небольшое количество крахмальной воды, просто для того чтобы блюдо приобрело такую густоту и блеск. Осталось все перемешать и блюдо готово, можно подавать на стол. Это одно из тех китайских блюд, которое максимально привычно для нашего вкуса. Это простое и потрясающее сочетание нежнейшего баклажана, чуть более плотной картошки и хрустящего перца. И все это в имбирно-чесночном обволакивающем соусе. Друзья, готовьте, пробуйте. Всем хорошего дня. Пока.